Добавлю то, что весь окружающий нас мир вторичит. Мы вокруг видим килограмм, то есть картинки, которые проходят через наши фильтры, шаблонов мышления, наших убеждений, нашего опыта. Мы своим светом, своим вниманием видим вокруг, и всё, что вокруг происходит, это всё продукт нашего желания. Ни одна муха не залетит без вашего желания к вам в окно. Для того, чтобы у вас были деньги, вам нужно только две вещи. Не, ну по сути, там может быть и тысячу вещей, могу вам все тысячу расписать, но самое главное две. Первое, признать, что всё продукт ваших желаний, и перестать париться по поводу этого. Я знаю, это я хочу. Я хочу, чтобы в моей кружке сейчас исчезло кофе, я сидела на прямом эфире и такая, ну блин, кто бы мне кофе налил? А нет, ну это моё желание, чтобы оно исчезло. Моё желание, чтобы вот во всех, всё, что я вижу, это всё моё желание. Все наши желания исполнены, все. В этом мире нет ничего, чтобы не было продуктом вашего собственного желания. Что такое желание? Желание — это ваш интерес, познать это и получить опыт. Наше движение, наша жизнь, наш рост, вот этот наш поток, это именно, даже не так, я с другой стороны зайду. Жизнь — это движение, то есть поток. Движение и поток может быть только, когда вы двигаетесь. Когда вы двигаетесь, это не имеется в виду, ваше тело двигается. Это имеется в виду, когда вы растёте, познаёте новое, выбирайте новый опыт, выбирайте новые знания. Поток, жизнь, рост — это всё одно и то же. Когда вы идёте в неизвестное, поток только в неизвестном. Когда вы на машине за рулём едете, вы видите сейчас вот такой окружающий пейзаж, но через секунду он другой. И вот вы едете, он меняется, 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 меняется. Что вы хотите? Вы хотите комфорт, стабильность, чтобы всё понятно было, чтобы картинка не менялась. Деньги вы хотите только для одного — из страха завтрашнего дня. То есть из страха идти в новое. То есть вы хотите ехать за рулём и одновременно, чтобы не менялся пейзаж. Вы хотите ехать, а пейзаж тот же. Вот вы все стремитесь к этому абсурду. Но поймите, вы либо едете и видите новый пейзаж, либо вы останавливаетесь и видите одну и ту же картинку. Когда вы видите одну и ту же картинку, у вас происходит остановка, вы не двигаетесь, поток остановлен. Вы не двигаетесь, вам в хорте одно и то же. Что происходит? Происходит раздражение. Вы злые на мужа, на детей, на правительство, на то, что денег нет, на себя. Когда любая злость, агрессивное состояние, любая агрессия, любой деструктив, всё, что вас раздражает, ну вы себя пытаетесь расколбасить. Вы остановились, да, но чтобы не померять, вам нужно себя расколбасить, чтобы пнуть, двигаться, толкнуть, выйти из этой картинки, из этого кадра, перейти в другой, чтобы у вас менялась, пейзаж менялся вокруг. Вам нужно себя раздражить, пнуть, то есть вам нужно движение. Если вы чувствуете любую эмоцию, которая вас раздражает, это зашибись, это вы себя пинаете, потому что у вас застой, вы остановились. Любое раздражение – это охеренно. Блин, я остановился, долбанутый чувак, который просто хочет сердцать одну картинку, одного пейзажа, чтобы ничего не менялось. Деньги нам нужны. Все мы хотим денег, но их нету, потому что мы не хотим денег. Умом мы хотим денег только для того, чтобы мы знали, то есть страх завтрашнего дня, страх неизвестности у нас, чтобы мы знали, что у нас всё будет хорошо. Деньги нам нужны только для того, чтобы мы знали и видели весь этот пейзаж вокруг нас, чтобы всегда на этот пейзаж, на поддержание него, вот этого комфорта у нас всегда был ресурс. То есть мы хотим накопить ресурсы для того, чтобы всё остановилось. Мы хотим остановку. Движение, поток, любовь, жизнь, познание, осознание — это всё одно и то же. Это идти в неизвестность. Деньги нам дают априори — неизвестность. То есть деньги нам нужны для того, чтобы остановиться. Но вы-то знаете, вы — это не ваш ум. Вы внутри, ваша Душа, вы — Творец, вы знаете то, что вы не хотите бесконечно реинкарнировать, так как вы это делаете много раз в день. 9 триллиардов раз в секунду весь мир на кварк разбивается, расхерачивается, нету пустота, и собирается заново делать слепок вашего сознания. Точную копию картинку мира вы наблюдаете со слепком вашего сознания. Вы умираете 9 триллиардов раз в секунду. Ну, вы, конечно, это не замечаете, мы настолько быстро это делаем, что мы просто не успеваем заметить. Это вибрация называется. Вы не хотите двигаться. Деньги вам нужны только для того, чтобы не идти в неизвестное. Любой стыд — это блокировка себя от неизвестного. То есть мне стыдно туда идти, там неизвестно, поэтому мне стыдно. Но стыд — это указатель, что тебе именно туда нужно идти, потому что там, где неизвестность, там деньги, там движение, там блага, там рост, там жизнь. Дело в том, что где есть поток, если вы в потоке, то есть вы двигаетесь, всегда идёте в неизвестное, всегда идёте в неизвестное. Ни хрена ничего не знаете? Идёте в неизвестное. Вам интересно. Вот это и есть поток. В потоке у вас есть всё. Миллиарды, любовь, отношения, мужики, дети, дома, квартиры. В потоке у всех есть всё. В потоке желание исполняется сразу. Всё, что вы думаете, в потоке исполняется. Но этот поток — это движение в неизвестность. Вы все хотите комфортно сидеть и не двигаться, потому что там, где мне неизвестно, блин, мне страшно, и поэтому я испытываю там страх, стыд, всякую херню, хочу взять эти все деньги, чтобы, блин, себя ограничить от этого потока. Радость, радость — это индикатор, что вы в потоке. Поток — это движение идти в неизвестность. Нету радости другой. Радость — это физиологическое состояние тела, когда вы чувствуете движение по неизвестности. И вот эта вот радость, она показывает, что вы в потоке. А всё, что вы купите, никогда, никому в жизни радость не принесло. Это не то, это не радость, это не поток. Это вы просто купили, непонятно зачем, потому что вы думаете, что вы вот это купите, и вы получите эти эмоции. Этих эмоций на секунду, ну, просто вот во время покупки. А потом это платье лежит в шкафу, никому не нужно. А потом эта квартира, она просто есть, и всё, она ничего во мне не вызывает, только деньги живёт, за неё платить надо. А ещё машина, которая нужна, она для меня настолько обыденная, что пипец. Какая вообще там радость? Я что, оргазмирую каждый раз, когда я вспоминаю, что у меня есть машина или квартира? Да ни хрена. Деньги вам нужны только для одного, для того, чтобы умереть быстрее и забыть о том, что я тут себе наворотил, и заново, блин, познавать опять себя. Только быстрее, быстрее, быстрее. Это поток, который исполняет ваше желание, за который вы не цепляетесь, вы просто захотели, получили, тут же отпустили, идёте дальше, дальше, дальше. Всё время идти в неизвестность, это есть поток, это рост, это жизнь. У вас есть, у зёрнышка маленький вот такой опыт, но у дерева опытов в тысячу миллионов раз больше. И этому дереву не хватит этого маленького опыта. Ну что такое опыт? Это всё время идти и получать опыт. Всё время идти в новый, всё время идти в неизвестность. Деньги — это сразу известно. Деньги — это страховка, то, что мне будет известно, что я куплю, куда я поеду, что я сделаю, что мне надо, что я изучу. Это всё известно. Я заранее себе приписываю путь, вот этот вот, страховочный. Но в этом пути остановка, в этом пути нет энергии, в этом пути нету той любви к себе, которую вы хотите получить. Она только в единственном месте. Там, где указатели указывают, что там, где страшно, там, где стыд, там, где вы ещё ничего не знали, не поведали, там жизнь. И деньги вам нужны просто для безопасности, мнимой. Но если трансформировать программу «опасно-безопасно», то есть есть, есть что целое, какое-то чувство, да? Но вы на это чувство однобоко смотрите. Вы разделили мозгом, что с одной стороны опасно, с другой безопасно. Две крайности одного целого, опасно-безопасно. Но если вы попытаетесь увидеть, что безопасность, она опасна, а опасно-безопасно, просто порассуждав, вы поймёте то, что в комфорте, в безопасности вы быстрее загнётесь. А там, где опасно, там жизнь. Вот там, а что в жизни может быть опасного? Жизнь, она безопасна. Потому что жизнь — это то, что идёт в рост, в жизнь. Ты живёшь, блин. Опасность в смерти, а не в жизни. Но мы все любые действия пытаемся сделать только для того, чтобы быстрее, блин, опять реинкарнировать. Опять всё забыть, блин. Опять мусорку наш мозг отправить с этим, блин, опытом, чтобы опять, блин, здравствуй, грабли, бесконечно одно и то же. Понять, что всё-таки мы закрываем тупики эволюции. Вот и всё. Чтобы, наконец-то, найти путь жизни. И это нормально. Нету жизни, нету смерти. Она тоже дуальность. Мы на самом деле мёртвые с вами все. Жизнь, она во всём. И в смерти тоже. Ну это ладно, уже не буду так глубоко. Деньги приходят, как естественный продукт, за который вы не держитесь. Просто с интересом понаблюдав, как исполняется моё желание, кайфуя играя в неизвестность. Они приходят, когда ты их не ждёшь, когда они тебе не нужны, тебе пофиг, как исполниться твоё желание, твоё желание чувствовать, а не иметь. Мы в этом мире ничего иметь не можем. Всё, что мы имеем, только ради чувств. Эти чувства внутри и так есть. Мы их просто не хотим себе давать. Мы не хотим себе давать чувства, и поэтому придумываем отмазку. Я это себе не дам, потому что у меня нет денег. А это я себе не дам, потому что у меня ещё волосы не отросли, ещё ребёнок не родился, а я ещё не стал богатым и знаменитым. А это я не дам себе, потому что я ищу книжку. А это я ещё марафон не прошёл, поэтому точно вот не дам. Мы не хотим себе давать чувства, потому что мы не хотим себя познавать. Нам интереснее просто жить в уме. Ну интереснее так переложить ответственность на всех вокруг и играть в жертву. Вот, на моих курсах, марафонах я предлагаю только одно. Перестать играть в жертву и поиграть во что-то другое. То, что, блин, интересно. Но вам не интересно, вам нужны деньги, чтобы этот интерес закрыть. Потому что если у меня будут деньги, вы написали тысячу вариантов, почему я не хочу иметь денег. Я хочу, я хочу не иметь денег. Написали там даже несколько тысяч вариантов. У вас 300 человек, и каждый там по 3-4 сообщения написал. Да, там, ну, 1200 вариантов. А ещё постов-то много же. Прикиньте, тысячу вариантов, почему вы хотите денег не иметь. Так от чего вы их ещё ждёте тогда, я не пойму. Отпустите их, отпустите, вот прям реально отпустите. Поймите, что самое важное в жизни – это только я. Я, мои чувства, я человек, я, 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 я. Всё, больше никто, ничего, ни деньги, ни славы, ни богатства, ничего. Дом я хочу, да плевать на этот дом. Он будет у вас в потоке. Просто, блин, случайно будете залетать из одной виллы в другую или задерживаться там. Просто когда вам нахрен он не нужен. Только тогда, когда вы поймёте, что дело-то не в доме. А что мне транслирует ребёнок, если писать, что ныне в горшок? Ну, спросите себя. Мир – продукт моих желаний. Я хочу. Первое, признайте, я создала этого ребёнка. Не просто, ну, в смысле, не родила, а здесь, сейчас я его создала. Прошлого нет. Все воспоминания создаются из этой точки здесь, сейчас. Всегда один только миг. Больше не существует никаких прошлых, будущих и других вариантов. Всегда есть только миг здесь, сейчас. Все воспоминания складываются из того сознания, которое в эту минуту у нас, ну, в башке сейчас. Если мы меняем свои шаблоны мышления, рассуждаем их, рассоздаём, осознаём, понимаем, что, блин, ну, абсурдно, давайте по-другому думать. У нас меняется прошлое сразу вот так, потому что вы поменяли фильтр, у вас другие воспоминания. Поменяли прошлое, меняется настоящее. Меняйте настоящее, меняется прошлое. Мы всё время всё меняем, если нам это интересно. Вам неинтересно, вам хочется цепляться за старую правду. Так, вы создали этого ребёнка. Это продукт вашего желания. Вы хотите, чтобы он писался. Какими чувствами? Материальный мир — это уплотнённые ваши чувства. То есть просто уплотнённая форма ваших чувств. Вот всё, что вы чувствуете внутри, вы вовне проецируете. Это всё вовне, в плотность. Для того, чтобы эту плотность пощупать и таким образом понять себя. Мы себя познаём через внешнее, а мы — это чувство. Мы ни ум, ни тело. Даже тело наше иллюзорно. И оно ровно такое, какое вы хотите в данный момент, здесь, сейчас. Вы именно такое хотите тело. И никакого другого вы тела не хотите. Вот именно там 150 килограмм хотите. Или анорексичное, или в прыщах. Вы хотите именно такое, потому что вы сейчас через него себя познаёте. Это ваше желание. Признайте ваше желание. Тотальная любовь, о которой пишут все гуры, все книжки, все фильмы, что там, йоги — это принятие того, что всё моё желание. Это и есть принятие себя, что то, что я чувствую, оно проявляется вовне. И я себя через это внешнее так познаю, свои чувства. Я не могу познать свои чувства, не пощупывая их вовне. И всё, что вовне проявилось, я почувствовала и тут же обратила на себя внимание, что я чувствую. Это и есть тотальная любовь к себе. Другой тотальной любви нет. То есть я чувствую, и мне интересно раскрывать эти чувства бесконечно. И эти чувства, они бесконечно новые. Я не могу в одном пейзаже чувствовать разные чувства. Почему у нас пропадает через месяц, у кого-то через год, у кого-то через два, желания сексуальные с партнёром, в паре, уже злость, картинка одна и та же. Всё знаем, уже ничего не интересно. Потому что мы знаем, какой он или какая она. И мы уже заранее наделили и осознали, что вот так он себя ведёт. Ну, неинтересно, понимаете, интереса нет. Поток остановился. Мы заранее хотим вот этот комфорт себе обеспечить, только для того, чтобы, блин, остановиться. Но если вы за рулём хотите ехать, то вам придётся видеть новые пейзажи. Если вы хотите ехать по жизни в этом потоке, вам придётся только новые всё время наблюдать. Но не получится вас наблюдать одно и то же. Чтобы вам возобновить эти отношения также в семье, пофиг, деньги, отношения, что хотите, только одно нужно. Первое. Я вам две вещи говорила, да. Я уже забыла, какая первая вещь. И вторая вещь. Ну, помимо… А, первое это было принятие, да. То, что всё есть продукт моего желания. Чувствовать чувство, познавать себя. То есть моё желание во всём одно – чувствовать себя. Как чувствовать себя внутри, если ничего нету. Ну, вообще ничего нету, да. Поэтому я уплотняю всю себя во всём, во всём, во все эти плотные формы. Своё тело я уплотнила. Уплотнила себя в других телах, уплотнила весь этот мир. Только чтобы щупать, 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 саму себя щупать и чувствовать. Это первое. То есть тотальная любовь к себе – это видеть во всём себя. Чувствовать и знать, что это продукт моего желания. Это принятие, это и есть принятие. Принять, что я – это сопровождение. Как это сделать? Как это сделать? Нету никаких техник, как это сделать. Никто вас не научит. Это только ваше собственное желание и интерес. Это понять, это осознать, это почувствовать. Только ваш интерес. Только вы внутри сами можете дать себе на это ответ. Потому что это тысячу раз уже всеми сказано. Ни хрена не понято. Потому что вы ищете ответы извне, а не внутри. Вы не хотите это внутри почувствовать, увидеть. Нужно просто обратить внимание, своим фокусом внимания на всё, на то, что вы хотите. И этого достаточно. Поток любви направлять. То есть вы, когда рулите, вы в лес не заезжаете, на обочину не съезжаете. Вы по дороге едете, потому что ваш фокус внимания – ехать по дороге. То есть вы держите этот фокус внимания. В жизни также надо держать фокус внимания. Я держу фокус внимания, блин, на изобилии. Всё изобильно. Воздух классный. Блин, я люблю себя. У меня тело шикарное. То есть вы держите фокус внимания на вот этом всём деле. Ну, вы же не съезжаете на обочину. А в жизни вы съезжаете. В жизни вы по лесу едете, по буракам всяким, блин, по обочинам. У меня нет денег. Едете по кочкам, короче. В болото заехали, короче, такие в болоте сидите. Ну, только потому что... Ну, вы не держите фокус внимания на том, что действительно важно. Вы себя разбазариваете на неважные вещи. Вас люблю, целую. А ещё... Так, минуту посвящу. У нас задание есть с тортиком. Я не знаю, зачем я его выложила. Мне хотелось с интересом понаблюдать, какие выводы можно сделать, если выложить задание с тортиком. Посмотреть на нарисованный тортик. Я вообще не знала, что из этого получится и какие должны быть выводы. Мне интересно было посмотреть. Просто, блин, без цели. И я сделала, блин, офигенные выводы. Торт нарисован. Но вы почувствовали и звук, и запах, и вкус, и все эти чувства. И каждого разный. Кто-то увидел варенье, кто-то кровь. А торта нету. Ну, нету. Вы так по жизни живёте. Ничего вокруг нету. Ну, вы сами придумали. Всё, кровь, ужас, боюсь. Фу. Тесак, бэ, а, кошмар. Пошла, меня тошнит. Торт с канцерогенами. Да фу. Я жрать его даже не хочу. Меня аж прям там тошнит. Всё, начали писать. Потому что в нём столько калорий. Кошмар какой-то. Но торта нет. Какие калории? Вы что придумали-то вообще? Вы так по жизни придумываете о каждом человеке. Вот этот говнюк. Вот этот плохой. Вот этот денег должен. А этот курит. А этот пьяница. А этот больной. Все мудаки. Вы сами придумали. Вот вы на торт посмотрели и придумали, что это хрень. Даже вот фу, я есть его не буду. Да он нарисованный, люди. Ну, он просто нарисованный. А вы уже испытали отвращение к нарисованному торту. Потому что придумали, что он с канцерогенами. И что в нём какие-то там штуки. И вообще кровью облип. Ну, вы что? Прикалываетесь, да? А кто-то его наделил там вкусностями. Такой, сякой. Вот посмотрите, как мышление работает. Вы всё вокруг так же наделяете. Каждый персонаж, каждую уплотнённую форму своих чувств. Вы просто уплотняете фокусом. Внимание размусоливаете из мухи, делаете слона. Просто проживаете это бесконечно до тех пор, пока вы просто уже пластом не лежите в депрессии. Вы сами берёте и придумываете, придумываете всякие гадости и обмусоливаете их. Ещё, знаете, с подружкой нравится было наблюдать за мамой, когда она собиралась. Раньше давно-давно. Сядут в окошко и начинают. А мой муж козёл. И хвастаются. У кого хуже? Не у кого лучше, да? А у кого хуже? И каждый пытается доказать. Да нет, у тебя там ещё, ладно, там куча долгов, там муж козёл, там дети дебилы. А у меня вообще пипец. У меня ещё и начальник козли. Да нет, ты чё, начальник, у тебя вон машина классная, у меня вообще просто отстой. И прям, вот прям аж радуется от своего говнища, понимаете? Чё вы вообще придумаете? Начните во всём рассматривать кайф. Фокус, внимание меняйте. То есть перестаньте на обочину съезжать по буракам, едьте по дороге. По классной дороге, где вам комфортно ехать. Мне вот комфортно пить чай. Я знаю, что вода там супер полезная и вкусная. Я пью, блин, она омолаживает меня просто. Какие там морщины у меня, вода с крана омолаживающая. Блин, я открыла там философский камень, через него там прокручивается. Блин, вода у меня классная, я наделила её полезными свойствами. А вы, вода в кране херня, там просто столько всякой фигни, она её опасна пить, там давайте 100-500 фильтров покупать. Но зачем вы придумываете? На пустом месте вот всё, что вы придумали, оно всё подтверждается фактами. Всё подтверждается фактами. О чём вы думаете, куда держите фокус внимания? У меня нет денег. Девушка сегодня напишет. Я заколебалась, всё плохо, меня всё бесит. Я ничего не знаю, я ничего не знаю. Я говорю, хватит читать мантры, я ничего не знаю. Я ничего не знаю, я ничего не знаю, я дура, я дура и понутая. Вот она там много чего написала. Почему бы не читать мантры? Мне классно, мне классно, я классно, я всё знаю, я всё умею. Вернее, я ничего не знаю, но, блин, мне интересно узнать. У меня всё получается, у меня всё получается. Почему бы вот это не говорить? Но вы читаете мантры, что всё хреново, всё хреново, хреново. И убеждаете себя. И тысячу раз сказали, шаблон мышления укореняется. Солитон, по которому бегает электричество, устойчивая нейронная связь в вашей башке, постоянно подкидывает вам, чтобы электричество там не заканчивалось, оно же там бегает по солитону. Нейронная связь там из солитона состоит, убеждение ваше. И оно поддерживает это убеждение всё время. Ваш организм и ум туда, фокус, внимание, всё время направляет, потому что это уже нейронная связь, устойчивая нейронная связь, живёт своей жизнью. Ей нужно постоянно подпитывать саму себя своим вниманием. Она подкидывает вам эти образы, картинки. Вы всё время правду свою подтверждаете, потому что в чём вы убеждены. Вы ещё сто раз скажите, что вы тупая перед зеркалом. Ну, реально тупейте. И все люди вас будут видеть тупой. Ну, реально так и будет. Это не позитивная психология. Мне классно, мне классно. Просто переключите фокус внимания. Всё, целую.